Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о геологической истории Земли в Докембрии, который мы начали на прошлой лекции. Мы с вами выяснили на прошлой лекции, что континентальная земная кора формировалась постепенно, начиная еще с, возможно, катархея, то есть с тех самых времен, когда сама планета еще продолжала формироваться, видимо, уже какие-то участки земной коры континентального типа или близкого к тому начали образовываться. И вот в конце архея, в начале раннего протерозоя, на Земле, по всей видимости, ну это гипотетически предполагаемый, возник один из первых суперконтинентов, который объединил в себе все протоплатформенные ядра. Ну, мы уже говорили с вами о том, что такое протоплатформы. Собственно, это образование архейского возраста, это так называемая ассоциация ТТГ или серые гнейсы и зеленокаменные прогибы. И этот суперконтинент возник примерно 2,5 миллиарда лет назад в конце архея, в начале протерозоя. Затем вот эти протоплатформные ядра и раннепротрозойские подвижные пояса сформировали уже к концу раннего протерозоя другой суперконтинент, который называется Колумбия, Колумбия или Нуна, или Пангея-1. И он объединял в себе уже все континенты, предположительно все континенты, на тот момент существовавшие. То есть в целом это все уже древние платформы. Древние платформы включают в себя уже как архейские протоплатформенные ядра древней континентальной коры, так и раннепротрозойские активные пояса, которые их к этому моменту времени объединили. Реконструкция этого суперконтинента достаточно неоднозначная. Не очень понятно, на самом деле, какую конфигурацию имели континенты на тот момент, какую конфигурацию имел сам суперконтинент, поскольку палеомагнитные данные, собственно, на основе которых и строятся палеотектонические реконструкции, они не для всех участков этого суперконтинента ясны и однозначны. Вообще, сама история открытия этого континента достаточно недавняя. Его реконструкция была впервые предложена в 2002 году. На сегодняшний момент она выглядит примерно таким образом. То есть начал он существовать где-то в конце раннего протерозоя, и на протяжении какой-то части позднего протерозоя он, находясь примерно в рекваториальных низких широтах, существовал. Однако спустя примерно 350-300 миллионов лет он начинает распадаться. Ну, как любой, и мы с вами говорили об этом, как любой суперконтинентальный массив, долгое время он не может существовать вот такой вот единой континентальной массой, начинает распадаться. Его распад максимальный приходится, ну вот примерно как раз на время, миллиард-300, миллиард-200 миллионов лет. И об этом свидетельствуют раи даек, даек основного состава базальтов щелочных, которые известны, их местонахождение известны. Ну, здесь вот они вот черными такими полосочками показаны. В пределах Северной Америки, предположительно, в Антарктиде, в Австралии, в пределах Балтийского щита, Гренландии, ну и другие нахождения подобных образований, тоже этого возраста, они определяются. Ну, как водится в истории развития суперконтинентальных массивов, мы об этом тоже говорили с вами, распад этого континента, он связан с, видимо, по всей видимости, с проявлением одного из суперплюмов, суперплюмовых событий, ну, собственно говоря, свидетельством которых и являются вот эти вот обнаруженные здесь раи даек. Это же событие, этот распад суперконтинента Колумбия, собственно, вызвал не только проявление, широкое проявление магматизма основного состава в это время на разных континентах, но и события, которые привели, тектонические события, которые привели к формированию крупных систем разрывов, грабинов, ну или палеорифтов. Ну, и мы тоже уже эту тему обсуждали с вами. Вот эти вот системы таких крупных глубокого заложения грабинообразных прогибов в пределах древних платформ называются авлакогенами. Вот именно авлакогены и тоже как следствие распада вот этого крупного суперконтинента сформировались в пределах платформ, древних платформ. Ну, мы с вами смотрели подобные системы в пределах Восточноевропейской платформы и в пределах Сибирской платформы. Ну, подобные же системы мы встречаем и в пределах Североамериканской платформы, и других континентальных массивов. Ну, развитие земной коры продолжалось в позднем протерозое. Соответственно, суперконтинентальный массив распадается на более мелкие мегаконтиненты, ну и отдельные континентальные массы, отдельные континенты. И вот эти вот распавшиеся континенты, они в это время разделяются другими активными поясами, подвижными поясами, которые, собственно, в это время, в позднем протерозое, ну и далее уже в фонерозойское время, представляют собой, собственно говоря, палеоокеанические бассейны, то есть океаны. В северном полушарии, ну, в современном северном полушарии, если мы говорим о континентальных массах современного северного полушария, то есть это североамериканская платформа, платформы, которые, древние платформы, которые составляют сегодняшний континент, современный континент Евразию, то здесь эти платформы были разделены, и между ними сформировались обширные подвижные пояса, и начинают закладываться различные палеоокеанические бассейны. Имя этим бассейном различное. Мы с вами еще к ним вернемся, мы с вами еще поговорим кратко об истории развития этих подвижных поясов. Ну вот, формируются, ну или начинают формироваться, или вскоре будут формироваться палеоокеанические бассейны, мы о них поговорим, ну это скорее фонерозойский уже океан, гипетус, прототетис, океанический бассейн конца протерозоя, прототихий, или его еще называют палеопацифика, но если мы говорим о океанах конца протерозоя, то это панталаса, это океанический бассейн, который противопоставлен был, да, как бы вот этой вот крупной суперконтинентальной массе, Колумбии, ну и центрально-азиатский океанический бассейн. Ну, о их местоположении, истории развития мы с вами поговорим далее. В пределах вот этих вот подвижных поясов была проявлена позднепротрозойская, позднепротрозойские фазы складчатости, которые укладываются в байкальский цикл развития, цикл Бертрана, развития земной коры. Ну, и вот, чтобы не перечислять различные фазы байкальской складчатости, мы их просто обозначим как байкальскую складчатость. Она была проявлена на различных участках, которые прилегают к вот этим вот платформам северного ряда, так называемого, где, собственно, в таких вот перекротонных, то есть окраинно-континентальных прогибах накапливались достаточно мощные, до первых десятков километров, теригенно-карбонатные крупноциклические толщи. И здесь, в этих поясах, которые обрамляли платформы северного ряда, складчатость была проявлена только в этих вот краевых поясах. Здесь также характерно слабое проявление магматизма. Ну, вот это вот приходится все на конец рифея. И древние платформы северного ряда были наращены рядом перечисленных здесь структур. Это, собственно, Гренвильский пояс, Южно-Скандинавский, Тиманно-Печорская область Байкалит, Приенесейская область Байкалит в районе Сибири, вокруг Сибирской платформы. К югу от нее Байкальские хребты и Центрально-Китайский пояс. На этой карте показаны ранние байкальские или они еще называются гренвильские складчатые пояса. В это время была проявлена гренвильская фаза складчатости. Это примерно миллиард лет назад. То есть это вот середина рифея. И, собственно, сформировались вот эти вот отдельные небольшие складчатые пояса вот этого раннебайкальского возраста. Собственно, вот эта вот Южно-Скандинавская область, Гренвильская область, вот здесь вот на востоке Северной Америки, на современном востоке, да, современной Северной Америки. Ну и ряд небольших складчатых поясов, которые наращивают площадь платформ южного ряда. Ну вот когда мы говорим о платформах Северного ряда, платформах Южного ряда, здесь, в данном случае, ну так проще говорить, потому что имеются в виду те области древней континентальной коры, то есть древние платформы, ядра древних платформ, которые присутствуют в современном Северном полушарии и, соответственно, в современном Южном полушарии. Они развивались действительно немного по-разному, но понятно вам должно быть, что, собственно, это их современное положение, и раньше оно в докембре, естественно, в течение фанерозоя, оно, конечно же, менялось. Но мы их условно будем называть именно так. Вот во время проявления Гринвильского, то есть раннебайкальского цикла, вернее, фазы складчатости, формируется следующий суперконтинентальный массив, который называется Родиния. Родиния, ну вот это вот примерно как раз миллиард лет назад, эпоха Гринвильской складчатости. Ну и вот в очередной раз практически все на тот момент существующие континентальные массы, они снова объединяются в районе экватора, то есть в низких широтах, в вот очередную такую вот Пангею, Пангея-2, или которая называется Родиния по-другому. Конфигурация этого континента, она также неоднозначна, поскольку, опять же, не для всех вот этих вот частей этого суперконтинента получены надежные палеомагнитные данные, то есть ориентировка палеополюсов для тех или иных структур. Ну вот в частности, подобные данные, достаточно надежные данные были получены для североамериканской платформы, для восточноевропейской платформы в последнее время, для Австралии, для частей африканского континента современного, там тоже есть ряд крупных и хорошо обнаженных, изученных платформенных ядер, но не для всех далеко вот частей этого континента, значит, такие надежные данные существуют, поэтому и, как вы видите, вот здесь на рисунке приведено несколько, так скажем, вот таких вариантов, вариантов расположения континентов друг относительно друга в составе вот этой вот крупного суперконтинента Родинии. Ну, так или иначе, существование этого континента вполне себе считается доказанным. Ну вот одна из, еще одна палеотектоническая реконструкция этого суперконтинента представляет расположение всех континентальных масс в ее пределах вот таким вот образом. В районе экватора, на экваторе находился наиболее крупный участок, это здесь написано Лаврентия, Лаврентий назывался, собственно, часть Северной Америки, современного континента Северной Америки, то есть вот эта вот древняя платформа, североамериканская, Балтика, это восточноевропейская платформа, ну и другие, другие, в принципе, вполне себе узнаваемы. Антарктида, Австралия, собственно, Сибирская платформа, вот здесь вот показана вверх тормашками, ну и так далее, и ряд южноамериканских платформ, африканских и других. Вот этот вот суперконтинентальный массив, он со всех сторон был окружен, ну, к моменту его сборки, зонами субдукции со стороны океана Панталаса, который также в очередной раз был противопоставлен вот этой вот суперконтинентальной массе. Ну и, соответственно, сборка этого суперконтинента, она и происходила благодаря тому, что вот, соответственно, зону субдукции со всех сторон собирали вот этот вот континент и закрывали те подвижные пояса, которые разделяли когда-то, да, в позднем протерозое, в начале позднего протерозое разделяли вот эти вот массы. Ну, вот, соответственно, время существования вот этого родинии крупного суперконтинента, это примерно 800 миллионов лет назад она существовала, но достаточно быстро, вскоре она начала снова распадаться. Соответственно, новый вот этот вот суперконтинентальный массив, ну, вот обычно существует не так долго, непродолжительно, но это снова вот примерно где-то 250 миллионов лет, тем не менее, вот он просуществовал, 200-250 миллионов лет. Ну и вот где-то 750 миллионов лет назад мы уже, ученые уже фиксируют проявление распада этого суперконтинента. Проявляется это в том, что формируется между отдельными частями суперконтинентального массива, ну, вот такие вот рифтовые зоны. Поначалу это континентальные рифтовые зоны, затем это области уже, где осуществляется спрейдинг, то есть формируется кора океанического типа и формируется молодой океан. И таким образом, вот именно в это время, в позднем протерозое, ну, практически уже в конце позднего протерозое, начинают закладываться крупные фонерозойские океанические бассейны, фонерозойские подвижные пояса, которые впоследствии разделили вот эти вот части распавшейся родинии. Далее мы еще вернемся к последовательности, некоторой последовательности распада этого суперконтинента, а сейчас немного поговорим о, продолжим разговор о развитии подвижных поясов в позднем протерозое, но уже относительно вот тех самых южных континентов или платформ южного ряда, южного полушария. Опять же, напомню вам, что мы говорим о, как бы, их современном расположении. То есть здесь речь пойдет о тех ядрах древних платформ, которые сейчас находятся в составе современных континентов Южной Америки, Африки, Индостана, Австралии и Антарктиды. Ну вот эти подвижные пояса между ядрами древних платформ, названных континентов, они еще называются малыми подвижными поясами, поскольку они действительно занимали, то есть они были несравнимы с, например, современными океаническими бассейнами, современными океаническими поясами, они были меньше, и они разделяли вот эти вот небольшие, сравнительно небольшие, по площади древние платформы современного южного полушария. Ну, собственно, выполнены они были теми же образованиями, примерно теми же образованиями, что и подвижные пояса северного полушария. Это в краевых частях морские тиригенно-карбонатные толщи достаточно большой мощности, а в осевых глубоководных частях это флиш и вулканиты. Вулканиты основного состава с типичной подушечной отдельностью, базальты и, в общем, все те образования, которые характерны для, собственно, подвижных поясов и океанических бассейнов. В конце Рифея в этих поясах происходит интенсивная байкальская складчатость, коллизия и проработка этих структур со складчатыми гранитными интрузиями. То есть формируются в это время между южными платформами коллизионные складчатые пояса. Что же к этому приводит, мы сейчас как раз с вами и посмотрим. В Венде этот эрогенный этап развития он продолжается в пределах этих малых подвижных поясов. И здесь накапливаются маласовые толщи, это континентальные грубообломочные образования с кислыми фузивами. И, соответственно, вот эти вот малые складчатые пояса, они объединяют вот эти вот платформы южного ряда, современного южного полушария в единый мегаконтинент. Мы его не называем суперконтинентом, поскольку он не объединяет всю континентальную земную кору, существовавшую на тот момент, но объединяет ряд более мелких континентальных массивов и располагается, формируется в это время так называемый континент Гондвана. Гондвана отделялся от северных платформ, которые существовали в это время отдельно друг от друга, сформировавшимся средиземноморским подвижным поясом. В позднем протерозое этот подвижный пояс или палеоокеан называется прототетис. Ну вот с этим вот корнем тетис мы с вами еще не раз встретимся, но с различными приставками он будет так или иначе фигурировать на протяжении всей следующей фанерозойской истории развития земной коры. На этой карте как раз желтым цветом показаны вот те самые уже поздне-байкальские, то есть середины конца, не середины, прошу прощения, конца Рефея, образования, которые вот как раз таки спаяли в единый мега-континент Гондвану вот эти вот участки древней континентальной коры в пределах Южной Америки, Африки, Индостана, Австралии. И вот эти вот все мелкие, относительно мелкие области древних платформ, ну и Антарктида еще, конечно, они объединились как раз таки вот в эту вот Гондвану. Но вот эта поздняя байкальская фаза складчатости, она была проявлена не только в пределах этих малых подвижных поясов, в пределах Гондваны, но и в части северных платформ, окраинных частей, которые обрамляют северные платформы. Ну и вот в частности, вот в пределах Тиманопечорской области, Боренцево-Морской области, в пределах вот здесь вот приенесейских структур на современном юго-западе, западе-юго-западе сибирской платформы, на юге, вот здесь байкальские структуры, ну и так далее, и в других частях земной коры. И, соответственно, в результате позднебайкальского аэрогенеза сформировался уже вот такой вот континент. Это полетектоническая реконструкция на время Венда, то есть на самый конец позднего протерозоя. Ну и здесь вот мы видим, как могли располагаться привычные нам современные континенты. Они здесь узнаваемы в пределах Гондвана. Ну вот, например, можно узнать здесь Австралию, Антарктиду, в центре Африка, Южная Америка и вот Индостан. Здесь присутствуют. Вот такое вот очертание, такие очертания имели современные континенты в составе Гондвана, ну и вот, собственно говоря, сама Гондвана. Ну и вот здесь вот отдельными участками, собственно, вот коричневыми, таким темно-коричневым, насыщенным цветом, здесь показаны аэрогенные пояса, то есть те области, которые, собственно, спаяли Гондвану. Они здесь показаны, ну вот такой вот, как бы то есть штриховкой, может быть, не очень четкой, но, в принципе, заметной. Ну и вот желтым, зеленым здесь показаны вот эти вот отдельные впадины аэрогенные, которые формируются уже в течение Венда. Ну и вот отдельные, такие локально развитые образования в Венде. Они здесь сложены грубообломочными уже маласцами. Ну, собственно, это аэрогенные структуры. Ну вот, если немножечко вернуться назад и поговорить, собственно, а как же происходил распад, действительно, вот этого суперконтинента Родиния, то, ну так, условно, достаточно, кстати, в общем, он показан на этом рисунке. Ну вот, значит, существовал вот этот вот, когда существовал этот континент Родиния, он выглядел примерно таким образом, но постепенно, начиная с, ну вот где-то, наверное, со второй половины уже, ближе к концу, в позднем Рифее, начинается его распад. Вот здесь, вот в этом месте по западной окраине, современной, конечно, западной окраине Северной Америки формируется рифтовая система и начинается откол континентов Австралии, Антарктиды, Индостана и Многоскара и их дрейф, ну вот в какую-то вот сторону и их причленения затем уже вот сюда, вот здесь вот они показаны, уже как бы приплывшими к западной окраине, ну вот бывших континентов, частей Родинии. Затем, позже, уже в Венское время, в Венде, в начале Венда, происходит откол, собственно говоря, африканских, южноамериканских континентов, ну вот этой вот части Родинии от Североамериканской и Восточноевропейской платформ, и, соответственно, они тоже куда-то дрейфуют. Остаются разделенными, разделенными на отдельные вот эти вот крупные континенты платформы Северного ряда, Североамериканская, Восточноевропейская, Сибирская платформы, и вот эти вот платформы Южного ряда, как мы их называем, они как раз в это время объединяются в Гондвану, поскольку одни и другие дрейфуют навстречу друг другу. И уже в результате позднего Байкальского аэрогенеза они объединяются. Ну вот здесь вот, собственно, словами рассказана вот эта вот история распада Родинии. Собственно, это я уже вам все перечислила, можно только повторить. Рифтинг, начинается все это с рифтинга, затем происходит медленный дрейф отколотого от Родинии континента, который состоит из Индостана, Мадагаскара, Австралии и Антарктиды. Затем рифтинг отделяет Лаврентию, Балтику от континентов Южной Америки. Ну и уже, собственно говоря, вот самый конец протерозоя. Это коллизия, обломка Родинии, который состоит из южноамериканских, отчасти африканских массивов с древнеплатформенными кротонами Африки, Индостана, Антарктиды и так далее. Вот этот вот аэрогенез, который сформировал Гондвану как единый мегаконтинент, он в пределах различных структур называется по-разному, но в целом он одновременен в пределах южных континентальных массивов. В Африке он называется панафриканским, в Южной Америке это бразильская фаза складчатости, но в целом это все примерно одновременные события, которые мы можем назвать поздне-байкальской складчатостью. Примерно таким образом это уже палеотектоническая реконструкция для всего земного шара, для позднего протерозоя. Примерно таким образом выглядела Гондвана в это время. Здесь тоже можно узнать некоторые очертания Африки, Индостана, Антарктида, Австралия и так далее. Она находилась в низких широтах, и сборка ее осуществлялась посредством длительного существования зоны субдукции, которая обрамляла ее с запада и с юга с юга-запада. В противоположном полушарии, в южном полушарии располагались отдельные континенты, которые в результате распада родиния там тоже существовали. Это Северная Америка, которую еще называют Лаврентией по наименованию река Святого Лаврентия, и весь континент Северной Америки. Та часть, которая относится к древней платформе, ее называют таким образом континент Балтика или восточноевропейская платформа Сибирь и другие более мелкие ее структуры. И впоследствии уже на протяжении всего фанерозоя, вернее сказать, на протяжении полиозоя Гондвана существует как единый континент. Вначале это достаточно приподнятый размываемый континент, суша, такая горная суша, которая затапливается только лишь по краям в отдельных местах, где закладываются активные пояса, а центральная часть фактически остается сушей, приподнятой. Далее постепенно происходит распад Гондваны. Ну как распад? Окончательно Гондвана начнет распадаться на отдельные современные уже известные нам континенты только лишь в начале мезозоя, и на протяжении мезозоя распадется мезозоя, на протяжении палеозоя будут постепенно формироваться палеоокеанические бассейны, палеозойские палеоокеанические бассейны, которые при своем заложении будут так или иначе какие-то участки Гондваны отделять от нее. И действительно в составе современных складчатых поясов, палеозойских складчатых поясов, мы находим более древние ядра, явно микроконтиненты, которые откололись когда-то от северной окраины Гондваны, которые когда-то в ее состав входили. Здесь схема сложная для восприятия, но в целом ее можно понять вот здесь вот такими линиями пронумерованными показана последовательность дробления от кола от северного края Гондваны ряда структур, и они здесь подписаны, которые в настоящий момент входят в состав более молодых фанерозойских, палеозойских, мезозойских складчатых областей. Этот распад Гондваны уже забегая вперед, я вам могу сказать, происходил в несколько таких этапов с формированием ряда океанических бассейнов, палеоокеанических бассейнов, которые на сегодняшний момент, некоторые из которых на сегодняшний момент уже закрыты и преобразованы в складчатые пояса. Ну вот, собственно говоря, это уже прозвучавший здесь прототетис, ряд других, в том числе палеотетис, мезотетис, кайнотетис и так далее. Вот это название тетис, оно фигурирует здесь не случайно, поскольку этот палеоокеан, палеоокеанический бассейн, он как будто бы все время существовал на одном и том же месте. И, собственно говоря, вот эти породы, структуры, которые формировались в пределах этих перечисленных океанов, они все присутствуют в так называемом Средиземноморском поясе, о котором я тоже здесь упоминала, который разделял как раз-таки Гондвану, северную ее окраину от структур различных континентов к северу от нее, в частности, североамериканская платформа, восточноевропейская и других. Но об этом мы поговорим, о развитии уже фанерозойских подвижных поясов, соответственно, Гондвана и других платформ мы поговорим с вами уже позже, в следующих лекциях. Ну а сейчас несколько слов будет о палеогеографии в Докембрии, в общем, что собой представляло лик Земли в Докембрии, каковы могли быть параметры на Земле вот в это вот такое неспокойное и таинственное для нас время, поскольку, конечно же, далеко не все еще мы, ученые, раскрыли в этой вот истории. Ну, мы с вами говорили уже отчасти о том, что Земля формировалась достаточно неоднородно, не сразу внутреннее строение Земли устаканилось и вот стало таким, какое оно есть сейчас. Изначально ну вот это вот верхние картинки они о соответственно истории Земли в катархее. конечно же, это все предполагаемые такие вот модели, предполагаемые данные, но по этим данным значит, мы можем говорить о том, ну вот на сегодняшний момент, да, многие ученые сходятся в том, что изначально Земля, сформировавшись и подвергаясь бомбардировкам многочисленным из космоса. Она имела после того, как уже оформилось ядро, было сформировано ядро, была мантия и скорее всего в верхней части мантии существовал вот такой вот мугматический океан расплавленный. Затем все это постепенно остывало, бомбардировки тоже постепенно прекращались и в это время, ну скорее всего к архею уже наметилась некая этап формирования конвекции в мантии. Начало формироваться, ну сформировалось уже к этому, к архею, в середине архея сформировалось металлическое ядро, оно оформилось, и поскольку мантия все еще была достаточно разогретой, достаточно горячей, судя по всему, конвекция осуществлялась лишь в каких-то верхних ее частях и соответственно в это время же уже формируется во все континентальное тип земной коры в виде вот этих вот таких протоплатформенных ядер. существовали отдельные по всей видимости какие-то события плюмов, но они были не повсеместны, они были кратковременные и не имели какой-то значительной роли, не играли какой-то значительной роли. Ну а впоследствии уже собственно это вот современная модель тектоники плит современной земли. Здесь мы уже видим, что собственно конвекция охватывает всю мантию, во-первых, слэб, то есть тонущая океаническая кора проникает на всю ее глубину, достигая вот этого переходного слоя эти два штриха, где и формируются, могут формироваться плюмы, а также суперплюмовые события, которые в конечном итоге также наряду с собственно конвективным течением мантии оказывают большое влияние на работу вот этой системы тектоники плит на сборку и распад суперконтинентальных массивов. Мы об этом с вами тоже уже говорили. Но если так в общем сказать о том, что ученые на сегодняшний момент предполагают относительно точно для времени катархея или годея, про которые нам фактически ничего не известно, то в общем-то следующее предполагается. О чем-то мы уже с вами говорили. Где-то 4,6 миллиарда лет назад происходит образование Земли, аккреция ее из материала, который присутствует в Солнечной системе, образующейся в это же время. Это все происходит примерно за от 10 до 100 миллионов лет. и в это же время формируется по всей видимости и океан магмы, упомянутый мощностью примерно 700 километров. Это по современным оценкам. Примерно 4,5 миллиарда лет назад происходит столкновение Земли с неким крупным телом и образование Луны. С этого момента существует эта система Земли и Луны и начинается их совместное воздействие друг на друга. Примерно 4,4 и 4,3 миллиарда лет назад начинают формироваться первые ядра континентальной земной коры. Об этом мы можем судить по цирконам, которые находятся в более молодых архейских и даже ранее протерозойских породах современных континентальных. Но тем не менее цирконы датировав мы получаем серьезный возраст, поскольку циркон это силикат элемента циркония, он формируется из кислых расплавов при наличии воды. Отсюда мы можем сделать вывод, что во-первых, эти кислые расплавы формировались в это время уже, а значит формировалась континентальная кора, во-вторых, появляется вода, то есть свободная вода. Ну и возможно в это же время появляются и какие-то первые примитивные формы жизни. Это устанавливается конечно не по какому-то непосредственному нахождению следов этой жизни, нет, но в определенных породах присутствуют биомаркеры так называемые это различные изотопы, которые соответственно появление которых может отвечать как раз таки их биологическому происхождению. Но это конечно пока все не точно. Примерно 4 миллиарда лет назад по всей видимости начинается тектоника плит и тектоника мантийных плюмов и конвекция верхней мантии. Но однако же эти процессы все затрагивают только самую верхнюю часть твердой оболочки земли и ниже не проходят. В это время все еще продолжается бомбардировка земли метеоритами и ее дегазация за счет вулканической деятельности активной и повсеместной вулканической деятельности. и в это время продолжает формироваться ядро земли. Примерно это уже начало архея, примерно 3,8 миллиарда лет назад появляются более точные, более четкие затопные свидетельства существования жизни на земле. Но пока еще не их непосредственные следы. Ну и где-то с 2,5 миллиардов лет, то есть с конца архея происходит в общем-то в целом общее охлаждение земли и глубинная конвекция в мантии, которая как раз уже пронизывает всю мантию. И с этого момента устанавливается вот эта периодичность суперконтинентальных тектонических циклов. И с этого момента по всей видимости уже действует не только вот эта конвекция, мантийная конвекция, общая мантийная конвекция, но и вот этот механизм суперплюмовых событий соответственно тоже, что и приводит уже вот к сборке с одной стороны суперконтинентов, ну и с другой стороны к скорому их распаду. Что касается отдельных каких-то параметров, палеогеографических параметров вот этой древней, ранней Земли, то здесь мы можем говорить о каких-то только лишь моделях, которые так или иначе рассчитываются, но все они в той или иной степени конечно не точны, но что в целом ученые говорят сейчас о этих параметрах. Во-первых, продолжительность суток Земли, ранней Земли в древности в катархее, в архее по всей видимости уже превышало концархея, превышало 12 часов и это было рассчитано вот здесь по этой модели было рассчитано исходя из изменения параметров так называемой диссипации, приливной диссипации, то есть рассеивание приливной энергии в системе Земля и Луна. Если мы, когда ученые берут вот этот уровень приливной диссипации, равный современному, здесь оно показано по красной линии или же в размере 60% от современной, то соответственно эти параметры нам не дают возможность прийти к искомой, ну какой-то нормальной продолжительности суток к началу, ну хотя бы примерному, началу формирования Земли. Когда же вот ученые взяли некую более сложную модель с формированием, учитывая также формирование океанических масс на ранней Земле, то было выяснено, что в течение ну про катархею мы мало что знаем, здесь модель начинается с архея, то было выяснено, что на протяжении архея, по всей видимости, достаточно быстро нарастала вот эта продолжительность суток на ранней Земле, и где-то к архею, к концу архея, уже достигла примерно 12 часов, и постепенно она увеличивалась и увеличивается до современной, уже современных величин продолжительности суток 24 часа. Можно сказать здесь в пользу этой модели то, что действительно нам известно по изучению строения ранних скелетных организмов, начала фонерозоя скелетных организмов, что на начало фонерозоя продолжительность суток была примерно 21 час, соответственно, постепенно она увеличивается, а соответственно вглубь веков предположительно она уменьшалась. Ну и вот расчетными данными было выяснено именно это. Конечно же, все это связано с постепенной стабилизацией вот этой вот системы, системы взаимодействия Земля-Луна и постепенным их соответственно постепенным их уменьшение их взаимодействия. что касается температуры на ранней Земле, то современные данные говорят нам о следующем, что во-первых, в Архее светимость Солнца по всей видимости не превышала 75% от современной, ну это опять же связано с развитием самого Солнца, звезды, да, как звезды, но тем не менее по всей видимости жидкая вода на планете существовала в это время, что в общем-то достаточно удивительно, поскольку по современным расчетам для того, чтобы возникла глобальное оледенение на современной Земле, светимость Солнца должна упасть всего лишь на 10%, а здесь в общем-то разница целых 25%. И вот это вот такое несовпадение говорит, как раз таки называется парадоксом слабого молодого Солнца, то есть вроде бы оно светило не так ярко даже, совсем не ярко, но тем не менее на поверхности Земли было достаточно тепло и в общем-то даже можно сказать, что жарко, поскольку вот например анализ соотношений стабильных изотопов кислорода из карбонатных кремнистых пород указывает на то, что температура воды, из которой собственно вот эти вот породы формировались, она была порядка 50-70 градусов, ну то есть в общем достаточно высокой. Ну в чем же здесь может быть дело? Дело здесь может быть в том, что вот эта высокая скорость вращения Земли, то есть вот как раз эти вот короткие сутки в Архее порядка 12 часов, это все приводило к увеличению градиента температур между экватором и полюсами, то есть по сравнению с современной, конечно же, и как следствие возможно к уменьшению облачности, а соответственно альбедо и разогреванию поверхности планеты в низких широтах. Ну тут конечно надо напомнить, что в общем-то планета-то она представляла собой ну вот какое-то что-то типа таких обширных ну относительно да обширных островов, которые были разделены каким-то прогибами видим заполненными водой и естественно никакой растительности ничего того, что могло бы ну вот эту поверхность как-то скрыть и не давать ей разогреваться. Плюс ко всему конечно же в это время на это время все еще приходится достаточно активная вулканическая деятельность на поверхности Земли и формирование пород океанической континентальной коры. Ну и вот это вот активная вулканическая деятельность исключительно активная вулканическая деятельность и повсеместная она приводила к увеличению концентрации вулканических газов в атмосфере, видимо, в частности, метана в архейской атмосфере, что помимо метана ряда других газов, которые мы называем парниковыми. В частности, концентрация метана, в свою очередь, также может быть связана еще и с жизнедеятельностью примитивных ранних форм жизни, правда, которые до сих пор существуют в экстремальных различных условиях, это археи, это типичные метаногены, они в огромном количестве производят метан. По всей видимости, ранняя Земля была населена именно этими организмами, и, соответственно, продукты их жизнедеятельности наполняли первичные водоемы и первичную атмосферу Земли. Известно, что парниковый эффект метана гораздо более сильный, чем, например, того же углекислого газа, что дополнительно могло, конечно же, разогревать поверхность Земли и вообще делать атмосферу более плотной. Что касается эволюции атмосферы, собственно, на начальных этапах развития Земли, это катархеи, начало архея, протоатмосфера Земли была очень сильно насыщена различными вулканическими газами. Это и углекислый газ, угарный, это аммиак, это метан, водород, аж хлор и так далее. И протоатмосфера Земли была аммиачно-метаново-водородной, она была восстановительной, и она находилась, в общем-то, в равновесии с гидросферой. Воды, вот эти первичные воды, назовем это первичного океана, они тоже были очень и очень кислыми. Ну и вот главным образом состав атмосферы того времени, он был что-то в этом роде. свободного кислорода, ну это цифры на архее ранней протерозой, тогда, конечно же, в архее уже, конечно, скорее всего, появляются фотосинтетики, правда, роль их невелика в это время. Где-то через некоторое время от начала архея появляется в атмосфере свободный кислород. Ну, опять же, свободный кислород, он, конечно же, появляется благодаря возникновению в ряду органической жизни на тот момент примитивной вот этих вот первых фотосинтетиков. Это, скорее всего, были цианобактерии. Ну, мы об этом тоже еще немножечко позже поговорим. И они начинают выделять кислород. Ну, свободный кислород, он не появляется другим путем. Это не вулканический газ. Он появляется исключительно биологическим путем, биохимическим путем. И, соответственно, вот этот кислород, он постепенно, ну, сразу же, естественно, он практически не накапливается в атмосфере, он сразу же расходуется на различные окислительные процессы. Ну, и в частности, происходит окисление аммиака, окисление метана с образованием, опять же, ну, с одной стороны, азота, воды и углекислого газа. И постепенно, постепенно из атмосферы в течение архея вот эти вот газы, они исчезают. Исчезают, исчезают. Исчезает аммиак, метан постепенно исчезает. И, соответственно, уже начинает формироваться атмосфера современного типа, азотная. Ну, и постепенно, постепенно возрастает в ней количество кислорода. Ну, правда, на протяжении архея кислород фактически не накапливается в атмосфере. Он уходит на, ну, вот не только на окисление, собственно, газов в атмосфере, а в большей степени даже на окисление материала, который поступает в бассейны. Бассейны, вот эти вот морские, протоокеанические бассейны, это, в первую очередь, железо, которое поступает как с вот размываемой суши, так и, видимо, каким-то эндогенным путем через вот этот подводный вулканизм, который тоже в это время достаточно активен. Но, в целом, в это время уже, собственно, и вот где-то с конца архея, ну, в большей степени с начала протерозоя, мы уже можем фиксировать, ну, вот какие-то образования, которые указывают нам на то, что все-таки в атмосфере действительно, действительно постепенно происходит накопление свободного кислорода. Ну, это вот различные образования. Ну, вот в первую очередь, это, собственно, появление эукариотов. Эукариоты – это ядерные организмы, ну, в это время появляются одноклеточные организмы с ядром, что, собственно, и происходит вот этот вот, значит, скачок в развитии жизни, да, появление ядра у организмов, как раз отвечает, ну, вот определенному уровню кислорода в атмосфере, поскольку это им становится уже необходимо и выгодно. Далее, это не только появление, ну, вот появляются красноцветные породы, ну, они потому так и называются, красноцветные, поскольку они богаты железом, и это железо в этих породах полностью окисленное. Ну, то есть вот та самая ржавчина, да, та самая краснота, которая формирует ржавое железо, вот оно как раз с этого момента, они имеют, ну, такое вот повсеместное распространение, из чего тоже мы можем сделать вывод, что уже в атмосфере железа достаточно много. Ну, из, не только появление каких-то отложений, говорить нам о кислородной атмосфере, но также исчезновение других образований, ну, например, в частности, джеспелитов, это железистые кварциты, мы о них немножечко поговорим дальше, а также вот урановых черных сланцев, урановых руд, вот их тоже практически, ну, вот их широкое распространение в архее, и, ну, почти исчезновение уже дальше, в протерозое, и фактически их ненакопление уже на протяжении всей остальной истории, вот тоже нам указывает на то, что, ну, раньше эти формирования, значит, образовывались, поскольку уран не окислялся, не окислялись эти минералы, слагающие эти породы, а потом они просто стали окисляться, разрушаться, и, соответственно, вот образование подобных пород прекратилось. Основной тип образований архея, ну, вот начало протерозоя, который как раз-таки указывает на то, что постепенно происходит накопление кислорода в атмосфере, ну, это вот коры выветривания с закисным геохимическим профилем, в основном они характерны как раз-таки были для архейских пород, вот закисное железо, это, соответственно, двухвалентное, но недоокисленное такое вот, а первым элементом, который всегда выпадает, да, из растворов, из любых образований при взаимодействии с кислородом, это, конечно же, железо, и вот в архее выветривание происходило за счет воды углекислого газа, ну, соответственно, без кислорода. И вот в подобных образованиях мы можем находить в архейских, для археи это особенно характерно, такие вот конгломераты с неокисленными обломочными зернами уранинита, это вот как раз-таки урановый минерал перита, это сульфид железа, да, тоже железо здесь неокисленное, ну, вот выглядят они примерно так, это архейские породы, которые образовывались в достаточно, могли образовываться, да, особенно конгломераты в достаточно гидродинамически активной обстановке, но в то же самое время, да, мы в них встречаем такие вот минералы, которые говорят о том, что несмотря на вот эту активную гидродинамику, да, какое-то мелководие или континентальные условия образования, здесь присутствуют минералы, сформировавшиеся в бескислородной среде, ну, значит, его и не было в это время. Ну, и, значит, вот в палеопочвах тоже, ну, вот где-то конца архея, в раннем протерозое также мы находим, ну, такие вот проблематичные микроследы жизнедеятельности, которые тоже, состав вот этих вот образований, микрообразований, он тоже указывает на как раз небольшое количество кислорода, но фактически отсутствие кислорода в атмосфере, вот в этом вот при поверхностном палеопочвенном слое. Что касается моделей вот этого так называемого великого кислородного события, которое приходится как раз-таки на самое начало протерозоид, ну, примерно вот 2,6, граница архея протерозои 2,6-2,2 миллиарда лет, то здесь на сегодняшний момент существует две таких модели. Первая из них биологическая модель Холланда, которая говорит о том, что, ну, наверное, да, скорее всего, кислородный фотосинтез, он, в общем-то, в архее существовал, да, но, как я уже тоже вам говорила, кислород, он не накапливался фактически в атмосфере, а все время расходовался на вот какие-то процессы окисления. В этот момент, ну, вот, значит, как раз на начало протерозоя приходится такой достаточно резкий скачок в накоплении кислорода, и как раз этот скачок, он объясняется, вот в этой модели, он объясняется развитием жизни, соответственно, фотосинтезирующих организмов на Земле и упадком в развитии вот этих вот археи метаногенов, которые активно продуцировали в этот момент метан, ну, а, соответственно, кислород расходовался на, в том числе, его окисление. Происходит это, опять же, из-за того, что, ну, по всей видимости, вот эта вот среда, где обитали метаногены, она становится насыщена, слишком насыщена, да, для них слишком насыщена кислородом, и они, ну, вот как бы умирают. Затем на протяжении раннего протерозоя здесь, ну, как бы кислород снова уходит, то есть уровень его достаточно резко повышается, но он снова в это время уходит на различные окислительные процессы, в том числе металлов, корея и так далее, в основном железа. Ну, и уже в самом конце протерозоя, ну, тоже такой незначительный скачок кислорода происходит, который приходится уже, это, опять же, связано с развитием, значит, фотосинтезирующих организмов, тех же самых цианобактерий, ну, и здесь уже вот на этот вот скачок приходится развитие скелетных форм жизни, многоклеточных, ну, сначала многоклеточных, затем скелетных, ну, а дальше уже, вот, значит, уровень кислорода, он примерно одинаков, так или иначе, на протяжении фонерозоя. Ну, существует еще одна модель, геодинамическая модель Лаенза, которая говорит о том, что, ну, собственно говоря, примерно-то она, в общем-то, повторяет вот эту предыдущую модель, может быть, она несколько вот размазана так в, как бы, количестве, да, вот это вот количество кислорода, все-таки, которое могло бы формироваться на протяжении там архея, вот раннего протерозоя, и, ну, немножечко, несколько видоизменены вот эти вот, видоизменены вот эти вот скачки в количестве кислорода. Собственно, здесь разница состоит в том, что эта модель говорит нам о том, что, собственно, кислород, да, который в архее действительно расходовался на вот это вот бесконечное окисление материала, поступающего там либо суши, либо эндогенным путем в, значит, бассейны, в атмосферу, в гидросферу и так далее. Но вот в этот момент как раз-таки рубеж археи и протерозоя, 2,5 миллиарда лет, мы же, как вы можете помнить, имеем на лике Земли возникновение первого, ну, гипотетического, может быть, пока что, да, но суперконтинента, Кенурлэнд он называется. И в это же время, с этим же временем связана, ну, как бы вот такая вот существенная перестройка в организации процессов тектоники плит, ну, и мантийной конвекции, да, как мы уже с вами говорили, в архее существовала, ну, вот такая вот мантийная конвекция, достаточно ограниченная в пределах верхней мантии, формировался слой астоносферы, он тоже не сразу существовал в таком виде, и в архее, в конце архея, в начале протерозоя как раз-таки происходит вот эта вот перестройка системы конвективных течений на общую мантийную конвекцию, запускаются вот эти вот процессы, запускаются суперплюмовые процессы, и происходит уже как бы более организованная сборка и разборка суперконтинентов, то есть запускаются процессы суперконтинентальных циклов, и, соответственно, процессы эндогенной вот такой вот жизни, да, они становятся более организованными, что ли, поэтому уменьшается, по всей видимости, количество эндогенного поступающего вот этого вот, вот этого вещества магматического, которое необходимо окислять так или иначе, именно с этим моментом, да, вот с этим вот, значит, геодинамическим таким моментом происходит как раз-таки связано, как раз-таки вот это вот уже такое существенное накопление кислорода в, ну, везде, да, в атмосфере, в гидросфере, и вот этот вот пик, он связан с этим, ну, а дальше уже, собственно, продолжается, да, вот эта вот работа кислорода на окисление, соответственно, в это время, ну, вот на это время как раз приходится существование вот этого суперконтинента первого, да, потом он распадается, ну, и более вот эта вот уже организованная система, видимо, приводит все-таки так или иначе к уже более стабильному такому накоплению кислорода в атмосфере. Ну, вот уровень его становится все-таки существенно выше, ну, и следующий скачок, вот он связан, ну, опять же, наверное, с следующим, по всей видимости, существованием следующего одного из, да, вот этих вот суперконтинентов, когда, ну, опять же, вот эта вот общая сборка континента, она приводит к, соответственно, уменьшению в целом магматической деятельности, ну, и новому скачку в накоплении кислорода. Ну, и, в общем-то, органическая жизнь, конечно, в это время тоже продолжает развиваться так или иначе. Вот эти вот две таких модели, модели великого кислородного события или кислородной революции, так называемой, они на сегодняшний момент рассматриваются. Ну, собственно говоря, вот кислородная революция — это и есть переход, да, но, опять же, он, конечно, с одной стороны, вроде бы резкий достаточно, да, как мы видим на графиках, но, с другой стороны, все равно растянутый, так или иначе, во времени. Это переход от анаэробной к кислородному фотосинтезу. Ну, вот при анаэробном фотосинтезе, который используют некоторые бактерии и, ну, вот эти вот археи, в частности, собственно, метаногены, кислород не выделяется. Выделяется сера, это происходит при, может выделяться, да, сера, может выделяться метан, если мы говорим о метаногенах, значит, сера, если мы говорим о сульфат-редуцирующих бактериях, вот, но кислород так или иначе не выделяется. Собственно, это были действительно первые, по всей видимости, вот эти вот примитивные формы жизни, которые жили в архее, существовали в архее и приспосабливались так или иначе вот к той вот среде, которая на тот момент существовала. Впоследствии появляются оксигенные бактерии, цианобактерии, в частности, цианобионты, которые используют оксигенный фотосинтез. Ну, как это происходит, наверняка вы знаете, при использовании солнечного света, соответственно, углекислый газ перерабатывается в некое органическое вещество, необходимое как раз таки для питания организма, ну и выделяется кислород. Ну и вот в архее и в протерозое главными продуцентами вот этого кислорода как раз и были цианобактерии. Как оказалось, и цианобактерии здесь оказались передовиками мысли. Вот такой вот оксигенный фотосинтез, он гораздо более энергетически выгоден, гораздо больше производится энергия при вот подобном процессе. И цианобактерии, цианобионты, они начали вот этот процесс производить. Ну, правда, конечно, для этого им пришлось обзавестись рядом приспособлений, но об этом мы поговорим немножечко позже. Таким образом, в архее бактерии и археи, организмы вот эти вот первые, создают метановый щит в горячей биосфере. Ну и в это время, фактически до начала протерозоя, мы видим, что атмосфера была практически без кислородной. Это мы можем угадать, да, это мы можем предположить по наличию в таких вот отложениях, которые накапливались в явно в гидродинамически активных обстановках, неокисленных зерен урана и перита. В раннем протерозое, с самого начала раннего протерозоя, начинается как бы вот накопление вот этого свободного кислорода в атмосфере и появляются первые континентальные красноцветы. Это говорит о том, что, собственно, в атмосфере действительно кислород появляется, появляется свободный кислород и он начинает окислять то железо, которое, в общем-то, присутствует на континенте, а не только в воде. Ну и в это время меняется существенно и состав морей, то есть водных воды, протоокеана. В результате появления свободного кислорода в атмосфере происходит практически полное удаление метана из атмосферы при невысокой концентрации углекислого газа. Углекислый газ, как мы тоже уже с вами знаем, обладает гораздо меньшим парниковым эффектом, чем, например, тот же метан. Поэтому происходит резкое падение температуры поверхности на поверхности земли, падает парниковый эффект. И именно на это время приходится возникновение первого точно датированного оледенения. Это так называемое гуронское оледенение. Вот оно как раз связано вот с этой вот кислородной революцией, кислородным событием. И постепенно, соответственно, идет насыщение атмосферы кислородом, с одной стороны, но и углекислым газом, с другой. Он пока никуда не девается. Ну, постепенно перерабатывается цианобионтами, но его концентрация пока еще высока. В это же время происходит достижение в атмосфере точки Пастера, когда содержание кислорода, свободного кислорода в атмосфере достигает примерно 1% от современного уровня. И, соответственно, появляется уже озоновый экран, что помогает защитить развивающуюся, постепенно очень слабо развивающуюся в прибрежных морях, в этих отдельных лужах, жизнь. Что касается оледенений. Действительно, оледенение, ну вот наиболее достоверно установленное оледенение, как я уже сказала, это было Гуронское, Гуронская глядсоэра, так называемая, которая включала в себя, по некоторым данным, 3 или 4 фазы по примерно 100 миллионов лет каждая. Названа она так по серии Гурон в пределах канадского счета. Это обширная область выхода в пород до Кембрия на севере Северной Америки. Отложение этого возраста, это примерно как раз начало раннего протерозоя, 2,4-2,2 миллиарда лет, ледниковые отложения этого возраста, которые содержат вот эти вот древние марены, которые еще называются теллитами, они найдены на многих, в пределах многих континентов, это и Канада, ну собственно говоря, там находится вот этот вот так называемый канадский щит на территории Канады и Северо-Северной Америки, в смысле, прошу прощения, в Соединенных Штатах Северной Америки. Также подобное образование найдено в пределах Южной Африки, Австралии, Балтийского щита, Индии, что говорит о достаточно широком распространении вот этого самого оледенения на Земле. Ну вот из такого как бы неточного, неточно определенного события, еще более древнего, это уже поздний архей, 2,9 миллиарда лет, мы, ученые современные, говорят о Капваальской гляцию эре, названа она так по названию провинции Капвааль в Южной Африке, но следы, ну предполагаемые следы вот этого древнего аледенения находятся также в пределах Канады, то есть канадского щита, но там не очень, это так называемая серия понгола, это как бы не очень понятные такие образования, их одни ученые рассматривают действительно как древние теллиты, другие же говорят, что это могут быть образования очень сильных торнадо, сильных вихрей в атмосфере, которые вполне могли существовать на вот этой вот ранней древней земле в архее, когда скорость вращения земли была еще велика и, соответственно, взаимодействие земли-луны тоже было существенным, и существовали огромные приливы, как приливы земные, так и океанские приливы, и вот, соответственно, это могло, ну и вот это вот вращение, сильное вращение, да, быстрое вращение земли вокруг своей оси могло создавать как раз, конечно, вот этот вот существенный перепад давлений в разных широтах и возникновение вот подобных мощных вихрей, ну в общем, это пока еще не очень понятная история. Помимо названных глядсо-эр, то есть периодов оледенений, выделяется тоже еще очевидная, тоже доказанная, так называемая африканская глядсо-эра, или, наверное, более известное, такое часто встречаемое в литературе, наименование «Лапланское оледенение», которое, по всей видимости, включает в себя таких шесть отдельных глядсо-периодов, ну вот оно пришлось на самый конец протерозоя, примерно 760-540 миллионов лет назад, и развито оно было действительно повсеместно. Ну вот на этой картинке показано, собственно, примерное распространение следов вот этого гуронского оледенения, раннепротрозойского оледенения, соответственно, в пределах Балтийского щита, вот он, Канадский щит, это Северная Америка, ну и вот в других частях, соответственно, эти образования также были распространены. Ну и позднепротрозойское оледенение, собственно, это время существования одного из вот этих вот крупных континентов, это континент Родиния. Позднепротрозойский континент Родиния или Пангея-2, который объединил в себе многочисленную, ну, собственно, всю Землю, все вот эти вот континенты, на тот момент существовавшие континентальные массивы, именно с этим связано такое широкое распространение вот этих вот позднепротрозойских телитов, ну и реконструкция, собственно, его распространения. Ну вот здесь вот как раз вот этими звездочками, по-моему, показаны места, где телиты позднепротрозойского оледенения, лапландского оледенения были найдены. Ну вот здесь уже показан момент распада, постепенного распада континента Родиния, ну вот оледенение в это время все еще продолжалось. Ну вот здесь вот как раз показан один из, вот на этой фотографии, показан прослой, ну слой, ну не прослой, да, в общем, достаточно мощный слой, в котором видны отдельные вот такие вот крупные обломки пород, собственно, это и есть вот эта вот древняя позднепротрозойская марена или телиты африканской глядсо-эры. Возможные причины вот этого события могли быть следующие. Ну, это, естественно, низкий уровень в это время парниковых газов при все еще продолжающемся увеличении парциального давления кислорода в атмосфере. Это в целом низкоширотное, то есть приэкваториальное положение континентов, которое в то же время ведет к быстрому росту и захоронению карбонатов, которые удаляют углекислый газ из атмосферы, который в это время, да, уже метана практически нет в атмосфере. Ну, вот углекислый газ в это время является таким главным парниковым газом, но в результате фотоэстетической деятельности цианобактерий, которые, ну, кроме того, да, что продуцируют кислород, они еще и активно изымают вот этот вот углерод, да, углекислый газ из атмосферы, ну, во-первых, для того, чтобы осуществляться процесс фотосинтеза, а во-вторых, для того, чтобы строить вот эти вот цианобактериальные постройки, которые называются строматолитами. Может быть, вы слышали о таких. Они как раз имеют огромное значение, в протерозои приобретают, они практически повсеместно распространены. Ну, происходит захоронение углерода и в других формах. Это различные углеродистые сланцы, тоже как процессы жизнедеятельности бактерий, шунгиты, ну, это то же самое. Ну, и, значит, вот этот вот процесс роста ледников постепенный, он, в свою очередь, по цепочке, да, приводит к увеличению альбеда, то есть отражательной способности материковых массивов и вызывает дальнейшее падение температуры и, соответственно, увеличение роста ледников. Что касается эволюции гидросферы, то, как я уже говорила, ее состав находился в равновесии с атмосферой. Она была кислой, да, воды, гидросферы, воды океанов, морей были кислыми. Но, однако, за счет сноса суши силикатов и, главным образом, карбонатов, которые образовывались при выветривании магматических пород, кислотность воды постепенно падала. Когда вода падала, она становилась хлоридной. В ней образовывались, ну, вот вместо, да, вот этих вот карбонатов образовывались хлориды. И, соответственно, она становилась постепенно как раз-таки сначала кислой, хлоридной, а затем уже при дальнейшем поступлении карбонатов вода становилась хлоридно-карбонатной. И уже в раннем протразуе как раз-таки карбонаты начинают выпадать, появляется возможность, да, выпадения карбонатов в осадок. Ну, потому что в кислой воде они, собственно, растворялись. Карбонат растворяется в кислых условиях. Но, главным образом, в это время карбонаты выпадают в виде магнезита, то есть магния СО3, и доломита, кальций магния СО3 дважды. Ну, еще тоже в незначительных таких количествах. Однако уже к концу раннего протразоя, в позднем протразоя, цианобактерии, продолжая строить вот эти вот свои, значит, строматолиты, строматолитовые постройки, цианобактериальные маты, так называемые, вот они так или иначе продолжают, значит, осаждать вот этот вот карбонат, извлекать его из воды и, соответственно, извлекать из воды и атмосферы углерод. С этим же временем, с этим моментом связано и формирование очень таких своеобразных и специфических именно для раннего протразоя образований, которые называются джеспелиты или железистые кварциты. Название этого слова происходит от английского jasper, яшма. Собственно, это действительно такие породы, которые состоят из чередующихся, ну, здесь на фотографии видно, из чередующихся слоев гематита, магнетита, ну, здесь они красным, таким вот бордовым показаны, и кремнезиома. Собственно, вот эти породы, они являются на сегодняшний момент одними из таких главных, основных на железное сырье. Их разрабатывают как полезные ископаемые. Ну, все они характерны, все они приурочены именно к позднеархейско-раннепротрозойским породам. Ну, поэтому, зная это, да, мы их можем искать именно вот в этих образованиях. Значит, как же они образовывались, что они собой представляли? Вот эти вот чередующиеся слои, сложенные железом, недоокисленным, обращаю ваше внимание, да, здесь вот железо находится отчасти в двухвалентной форме, отчасти в трехвалентной форме. То есть вот эти вот породы, они так или иначе тоже косвенно свидетельствуют о том, что атмосфера в это время и вода в океанах была недонасыщена кислородом, да, то есть она была, ну, вот, в общем-то, обеднена кислородом, поскольку, ну, если бы кислорода было достаточно, то железо было бы окислено полностью. Оно здесь находится в том числе отчасти в закисной форме. Ну, вот здесь вот приведена такая схема на сегодняшний момент принятая, которая говорит о как раз происхождении вот таких вот необычных пород, очень характерных для раннего докембрия. И, в общем-то, она говорит о том, что вот эти вот джеспелиты, ну, здесь они показаны такой вот коричневой корочкой некой, они накапливались в таком прибрежном крайнем мелководье, где как раз широко были развиты вот эти вот фотосинтезирующие организмы. Ну, собственно, и они могли жить только на мелководье, поскольку в это время воды вот этих вот ранних морей, да, прибрежных морей, они были достаточно мутными, ну, поскольку все сносилось туда подряд и достаточно долго осаждалось. Материал на суше не задерживался, да, никакой растительности, естественно, не было, все сносилось сразу в море. Ну, а фотосинтетикам нужен солнечный свет, поэтому, конечно, они жили исключительно на мелководье, ну, и вот в этом вот при поверхностном таком вот слое, слое, куда солнечный свет мог проникать и где они могли фотосинтезировать. Ну, а весь материал, материал, из которого формируются вот эти вот породы, собственно, это железо и кремнезем, он поступать мог, ну, во-первых, опять же, с континента в результате сноса материала просто сюда, а, во-вторых, эндогенным путем. Ну, и в результате процессов апвелинга, то есть подъема глубинных вод, насыщенных вот этим вот материалом, поступившим сюда, вот сюда вот на мелководье, да, здесь в глубоких водах этот материал, ну, с ним ничего не происходило, он не окислялся, глубинные воды не были насыщены кислородом, а вот приповерхностные были как раз-таки насыщены кислородом за счет фотосинтезирующих организмов. Ну, и при вот таком вот подъеме, вот этого растворенного на глубине материала, осаждение его, достаточно быстрое осаждение его, выпадение из раствора происходило именно вот в этих вот прибрежных таких вот мелководных частях. Ну, вот общая такая вот, как бы, последовательность, модель, да, образования джаспелитов, она здесь описана. Ну, вот про источники материала я уже сказала, а осаждение могло происходить, ну, вот в том числе, да, в зоне, вот этой приливной зоне шельфа и также на химическом разделе вод, который, скорее всего, существовал вот в этом вот первичном океане. Большинство ученых придерживается того мнения, что воды первичного океана, они, скорее всего, были стратифицированы и существовал как хемоклин, да, такой химический раздел, который, скорее всего, был, как бы, связан с термоклином. То есть верхний слой воды в первые метры, десятки метров, он был, ну, относительно насыщен кислородом, минерализован, менее минерализован. Соответственно, ниже вот этого барьера там происходило уже растворение поступающих в бассейн, бассейн веществ, ну, вот в том числе железа, кремнезиома. И, соответственно, вот в растворенном виде это там существовало. Цианобактерии уже в приповерхностном слое окисляли двухвалентное до трехвалентного железа, и он моментально выпадал из раствора. Ну и, соответственно, колебания уровня моря и либо апвелинг, да, вот этот вот процесс подъема глубинных вод на поверхность, они могли приводить к вот этому формированию чередующихся слоев кремнезиома и железа. Соответственно, кремнезиом выпадал из раствора, поскольку верхние воды, они были насыщены, соответственно, были более кислыми, были насыщены органикой и кислородом, а железо выпадало из раствора, потому что, ну, собственно, опять же, верхний слой воды, он был насыщен кислородом. Ну и долгосрочные уже колебания уровня моря второго порядка, более крупные, да, колебания уровня моря, они могли вызывать такие более крупные пики при осаждении железа с периодичностью от 20 до 125 миллионов лет. Действительно, такое усиление накопления железа в мощных толщах железистых кварцитов она тоже прослеживается. Ну и вот, значит, большая часть вот этих вот джеспелитов, как я уже говорила, 92% подобных пород, они образовывались примерно вот в раннем, в самом начале раннего протерозоид, примерно 2,5-2 миллиарда лет назад. Ну и их формирование практически прекратилось примерно вот 1,9 миллиарда лет назад. Правда, дальше еще в позднем протерозое мы встретим еще один пик накопления джеспелитов, но это будут уже глубоководные джеспелиты, глубоководные железистые кварциты, но об этом немножечко позже мы поговорим. Таким образом, для раннего протерозоя характерны следующие основные типы пород, ну таких вот особенных, да, наиболее типичных. Ну это, соответственно, массовое образование джеспелитов, железистых кварцитов, причиной которого был переход растворимых закисных форм железа в нерастворимые окисные в период перехода от бескислородной атмосферы к кислородной, постепенном таком переходе, но достаточно резком, но все-таки растянутом во времени. Ну и конец раннего протерозоя, это вот примерно как раз 1,9-1,8 миллиарда лет, то есть когда закончили накапливаться мелководные джеспелиты, начинают накапливаться, ну или, так скажем, массово начинают формироваться континентальные обломочные красноцветные отложения, которые нацело фактически состоят из окисных соединений железа. Это континентальные красноцветы, так называемые, ну здесь на картинке, на фотографии показаны, и это как раз говорит о том, что вот уже, собственно, атмосфера становится кислородной. Ну, собственно, достигается вот эта вот уже точка Пастера, становится возможным формирование вот этих вот континентальных красноцветов с одной стороны, с другой стороны становится возможным и дальнейшее развитие жизни. С этого момента появляются эукариоты, это уже становится более энергетически выгодно и вообще возможно. Но об этом мы поговорим уже с вами в следующий раз. Спасибо за внимание.